Наш следующий урок тоже посвящен творчеству Пушкина. Мой любимый роман в творчестве Пушкина это «Капитанская точка». Я всегда говорю своим учащимся, что нужно, если вы, извините, ничего не читали и не помните, то вы хотя бы должны помнить «Капитанскую дочку». И на любом экзамене, включая идею по русскому языку, вы можете привести в пример «Капитанскую дочку», потому что в этом романе воплощены все проблемы, которые могут быть и в обществе, и в литературе. Вот. Эту тему я взяла из базы данных ФИПИ, и она звучит так. Кто больше заслуживает характеристики великодушный государь? Екатерина II, простившая Гринёва, я бы даже сказала, помиловавшая Гринёва, или Пугачёв, пощадивший его. Итак, Эмильян Пугачёв. Обращаем внимание на портрет героя. Живые большие глаза так и бегали. Выражение довольно приятное, но полтовское. Это после первой встречи Гринёва и Савельевича с Пугачёвым. Правда, они не знали, что это Пугачёв. Это для них был пожатый народность этого образа. Его речь наполнена множеством поговорок и пословиц устойчивых выражений. Вам надо будет обратиться к тексту и запомнить хотя бы некоторые из них. В его образе подчёркнута народная стихия. Народные песни, они приводятся и в эпиграфе, и приводится полный текст русской народной песни «Не шумит ты, мати, зелёная дубравушка». И, кроме того, он ещё рассказывает сказку старой калмычки. Костюм Эмильяна. Изменения в его костюме, начиная с одежды неизвестного бродяги на дороге. И потом, как он становится государем, он уже одет совсем по-другому, богато. Одежда указывает на превращение из бродяги в царя. И мы не должны забывать всегда такую важную деталь, как «Зайчий тулупчик». Ну и Савельич не даст нам забыть «Зайчий тулупчик», потому что он временами напоминает о нём самому Пугачёву. И в то же время романтизм образа Пугачёва, что говорит о том, что Пушкин относился к нему положительно, по-доброму, подчёркивал его положительные качества. Стремление жить в свободе наделён чертами романтического злодея. И Эмильян Пугачёв одинок среди своих единомышленников. Ни Хлопуша, ни Белобородов не могут стать с ним вровень и не могут стать его друзьями. Они могут быть только советчиками. Здесь, я думаю, сыграло какую-то роль, что в начале своего творчества Пушкин обращался к романтизму. Полна романтики его, ранней поэзии. Вспомним хотя бы поэму «Руслан и Людмила». Поэму, хотя она и реалистична, «Метный всадник», но стремление жить в свободе, черты романтического злодея можно найти и в образе Владимира Дубровского из романа «Дубровский». И Дубровский тоже одинок среди своих единомышленников, среди своих крестьян. Так, первая встреча Пугачёва и Гринёва. Роль этой встречи. Пугачёву свойственно чувство благодарности в совершении благородных поступков. Он не раз помилует Гринёва за оказанную услугу. Сон Петра – значение этого сна, объяснение этого тезиса. Он предвещает дальнейшее развитие отношений Гринёва и Пугачёва и является средством раскрытия характера Пугачёва. Проявляются его кровожадность и лукавство. А вспомним, что Петра приглашали к отцу, а вместо отца там оказался чужой человек, который встал и стал размахивать топором. Теперь сравнительная характеристика. Здесь мы сравниваем художественный вымысел и историческую правду. Мы должны разделять одно и другое. Историческая правда – это то, что Эмилиан Пугачёв был мужицкий царь, предводитель бунта и разбойник. Он взял несколько поволжских городов и осаждал Оренбург. Был человеком умным, отважным, энергичным и жестоким. А художественный вымысел, каким его показывает Александр Сергеевич Пушкин. В Пугачёве-разбойнике побеждает человек во взаимоотношениях с Гринёвым. Он способен проявить милость по отношению к Гринёву и к Маше. Он освобождает её от Швабрина и отпускает их. Может быть благородным, чувствует одиночество, способен оценить честь и мужество противника. И даже на Эшафоте в толпе он видит Гринёва и перед смертью кланяется ему. И какие мы должны сделать выводы об образе Пугачёва? Это трагичность его судьбы. В романе «Капитанская дочка» он не главный, но очень важный персонаж. Это историческая личность, успешный руководитель боевых действий. Автор обращает внимание на общечеловеческие качества Пугачёва. Вот так мы можем запланировать сочинение на тему «Кто больше заслуживает характеристики великодушной государь? Екатерина II или Пугачёв, пощадивший его?» У вас должно быть своё мнение. Кто-то будет считать, что это Екатерина II, которая прониклась жалостью к судьбе капитанской дочки и её жениха Петра Гринёва и помиловала его. А кто-то может считать, что это Пугачёв, который появляется в гораздо больших количествах сцен, чем Екатерина II и показывает себя с разной стороны. Продолжим наш урок и обратимся на этот раз к поэзии Александра Сергеевича Пушкина. В базе данных есть такая тема. Кто из русских лириков обращался к теме высокого назначения поэта и в чём эти произведения созвучны пушкинскому поэту? Я не буду показывать всю презентацию и говорить очень много, но я обращу ваше внимание вот на что. Мы разбираем стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», который в своё время, в советское время, кратко называлось «Памятник». Это исповедь, самооценка, манифест, завещание великого поэта. И литературоведы считают, что это как прощание жизнью и творчеством в предчувствии близкой кончины. Хотя мы знаем, что Пушкин не был старым пожилым человеком. Я, конечно, не призываю это делать, но я показываю, что как можно разбирать и как можно обратиться к стихотворению через его переводы. Мы здесь с моей ученицей Верой Тяновой сравниваем два перевода стихотворение «Памятник на якутский язык». Одно было сделано до Великой Отечественной войны поэтом Васильевым, и одно сделано в наше время известным якутским поэтом Натальей Михалёвой Сая. И мы хотели показать гендерные различия, то есть как мужчина и женщина по-разному переводят Пушкин. В стихотворении написано «Катренами», размер Александрийский стих «Шестистопный ямб с цезурой», а последняя строка «Четырёхстопный ямб». Так, Васильев придерживается «Шестистопного ямба Пушкина», а Михалёва выбрала «Двенадцатислорную стопу», что тоже соответствует «Шестистопному ямбу». И немного только в конце отходит от оригинала. Так, вот тут мы строфами разбираем. Первая строфа, вторая строфа. Так, вот, смотрите. Конкретную разницу мы показываем. Говорит об общем признании, известности его произведений по всей его родине в будущем. Рисует её этнографически, называя отдельные живущие в разных концах народы. Делаем выводы. Личность автора является основным фактором на этапе создания текста. То есть каждый переводчик и каждый, кто пишет сочинение, должен исходить из личности автора. И идеальным можно считать тот перевод, в котором не было бы гендерных признаков. Но, наверное, мы к такому никогда не придём, потому что каждый переводит по-своему. И каждый пишет сочинение тоже по-своему. ЗВОНОК В ДВЕРЬ